Привет! Я продолжаю делать обзоры на более-менее приличные шуруповерты. Сегодня у нас будет обзор на шуруповерт AEG BS12J3. Средняя стоимость в интернете данного шуруповерта 6 тысяч рублей. Давайте посмотрим, из чего он сделан. Комплектуется шуруповерт двумя 12-вольтовыми аккумуляторами и емкостью 1,5 Ач. Импульсным зарядным устройством и пластмассовым чемоданом. Патроны шуруповерта быстрозажимной. Зажимаемая оснастка от 0,8 до 10 мм. Также у шуруповерта имеется фиксация шпинделя. Шуруповерт двухскоростной. На первой скорости число оборотов от 0 до 350 мм. На второй скорости от 0 до 1500 оборотов в минуту. Естественно регулируется момент затяжки от 1 до 22 мм. И также есть режим сверления. Также у шуруповерта есть реверс. Также у шуруповерта имеется защита от перегруза. Максимально крутящий момент 30 ньютонов на метр. Я думаю он не завышенный. Максимальное сверление в дереве 30 мм. Металя 10 мм. Внешние характеристики посмотрели. Теперь будем раскручивать. 8 винтов. 2, 2, 2, 2. Винты под звездочку. Открутили. Снимаем. Здесь все стандартно. Моторчик, редуктор, выключатель. Вытаскиваем. Теперь оцениваем двигатель от редуктора. Выталкиваем вот эти направляющие. С одной стороны. И с другой стороны. И вытаскиваем. Вот сам двигатель. На двигатель напрессовано. На валу двигателя напрессована шестеря. Шестерянка. Сам двигатель очень сильно похож на двигатель от Макиты. Вот он. Оригинальный Макитовский мотор. Довольно-таки сильно похож на двигатель. Это выключатель. Аналогов этого выключателя нет. Идут только оригиналы. Цена оригинала довольно-таки большая. Сколько не помню. Там что-то в районе полутора тысяч он стоит. Теперь будем разбирать редуктор. Сначала открутим вот эти винты, которые держат вот эту скобу. Раскрутили. Сейчас снимем вот эту скобу. И уберем вот эти штифты. Вот вытащили. Теперь разбираем. Вот сам редуктор в разборе. Видно, что один венец, как и у Hitachi, в предыдущем видео, был пластиковый. Но также, повторюсь, здесь тоже он не ломается. Не пугайтесь, что он пластиковый и поломается. А так вот, как сами видите, редуктор не особо от шуруповерта того же там Hitachi или Makita отличается. Шестерни в редукторе обыкновенные. То есть, аналогично используются также у других шуруповертов. Здесь необычного ничего нет. Вот она нижняя часть редуктора. Здесь также ничего необычного нет. Все стандартно. Разобрали, посмотрели. Сейчас будем собирать. Посмотреть аккумуляторы и зарядное устройство. Корпус аккумуляторной батареи крепится на 4 винта. 2 от 2. Тоже под звездочку. Открутили. Скриваем. Как видим, AEG в своих аккумуляторах использует аккумуляторные элементы фирмы Samsung в Корее. В том году мне приносили два таких аккумулятора по гарантии. Мы их поменяли на новые. Ну и, естественно, стоит обыкновенная балансировочная плата. Посмотрели, теперь собираем его. Собрали. Ну, теперь зарядное устройство. Здесь также все стандартно. Четыре винта. Раз, два, три, четыре. Открутили. Скрываем. И вытаскиваем плату. Вот там сама плата. Видно, что она залита герметиком. Так же, как и у всех нормальных производителей. С этими зарядками проблем не было. Ну, теперь собираем ее. Ну, вот его собрали. Все работает. Ну, и в конце пару слов о этом шуруповерте. Шуруповерте не понравился. До этого я сделал обзор на Hitachi. Вот у нее по балансировке, типа как у Hitachi. То есть, довольно-таки приятно лежит в руке. Ну, так же это каждому свое. То есть, нужно пробовать. По поводу минусов. Это выключатель. Выключатели аналоговых я не встречал. Может быть, где-то и есть аналоговые. Но я их не встречал. Оригинальные стоят дорого. Почему они дорого стоят, я не знаю. По поводу, как часто он попадает в ремонт. В ремонт АЕГ не часто попадает. В том году было два обращения именно с аккумуляторами. Во всех этих двух случаях мы поменяли аккумуляторы на новые. То есть, здесь тоже проблем нет. И сервис ОЕГ работает нормально. То есть, ну, вот здесь так же нужно приходить в магазин, щупать. То есть, пробовать. По редукторам, кстати, вообще, вообще даже не помню, когда что. По ОЕГ ломался редуктор. Здесь быстрее горит либо двигатель, либо выходит из строя аккумулятор. Двигатель так же подходит от MAKIT. И от другого инструмента. Всем, кому понравилось, подписывайтесь на канал. Удачных вам покупок. Пока.